меня зовут владимир я представляю компанию супер агро мы работаем в сфере питания растений и наши основные партнеры это как видно на слайде и карби алким это европейские производители удобрений и биостимуляторов и то что касается вот коммерции как бы ассортимента продуктов там вопросов обе стимуляторов уже об этом был доклад представлен на слайде где тем кто впоследствии скачает презентацию эти все картиночки кликабельные то есть на ю тубе все это можно будет записи посмотреть мы сегодня будем акцентироваться больше на вопрос именно профессионального тепличного производства именно вот по конкретным рецептам по решению различного рода климатических нарушений и начать сегодняшний слайд я хотел с такого риторического вопроса который многие девушки часто себе задают то есть чтобы такого съесть чтобы похудеть казалось бы к чему бы это да все это к тому что в вопросах внедрения в технологии выращивания каких-то дополнительных агрохимических мер часто натыкаешься на такое возражение что да ты что это же затраты там дорого надо себе стоимость снижать надо затрат уменьшать так вот я конечно не экономист поэтому всю подноготную финансовые деятельности тепличных комбинатах я вам тут не разложу но тем не менее проведя небольшой анализ и разобрав несколько инвестиционных проектов и бизнес-планов получил примерно вот такое распределение стоимости единицы ну в частности томата тепличного производства и долю различных статей затрат в этой себестоимости и как выяснилось что вопрос касающийся удобрений там вот так как водоснабжение сред защиты это мизерная доля от общей стоимости основная доля затрат это собственно говоря основные средства административные зарплаты налоговые нагрузки и транспортные расходы на собственно говоря доставку продукта от точки производства до точки реализации смысл в том что больше восьмидесяти процентов себестоимости тепличной продукции лежат вообще далеко за пределами компетенции агронома и как следствие те самые наши удобрения они составляют порядка двух процентов я специально не привожу детальные цифры в этом анализе потому что и условия у всех разные и я как говорил еще раз не финансист и частные случаи разбирая можно каким-то другим цифрам прийти но плюс-минус в общей картине все это будет смотреться примерно вот так отсюда можно сделать простой и логичный вывод что даже если вы увеличите затраты на удобрение даже в два раза то по факту себестоимость продукции вырастет всего на 2 процента в то же время если вы каким-то чудо образом сможете повысить урожайность вашей продукции на 10 процентов не два раза хотя бы на 10 процентов то по факту вы уменьшите себестоимость на 10 процентов то есть единственным реально объективным и эффективным методом снижения себестоимости тепличной продукции является повышение валовых сборов потому что основную долю затрат мы вложили еще до момента начала выращивания чего бы то ни было дорогая самая дорогая так конструкция и стоимость денег вложенных в эту конструкцию а современный промышленный тепличный комбинат они стоят очень дорого и там крутится очень серьезные деньги особенно если мы говорим про запуск новых проектов идем дальше мы хотим повысить урожай вопрос как да ну для этого нужно определиться вопросом вообще из чего состоит на урожай то есть за счет чего мы хотим его повысить и тут я опять-таки разоблачу сам себя о повышении урожая у нас речи не идет наша задача сохранить потенциал продуктивности культуры которая складывается из четырех основных составляющих реализации потенциала то есть количество растений на площади количество плодов на растении масса средняя масса плода и собственно говоря процент тех плодов которые прошли от цветения до прилавка процент стандартной продукции вот все эти показатели имеют какие-то свои оптимальные значения специфичные для тех или иных условий выращивания и собственно говорят того или иного гибрида который вы будете выращивать у себя и наша задача как раз просто максимально реализовать потенциал этой продуктивности для чего собственно говоря существуют технологии выращивания я может быть сейчас такие очевидные вещи рассказываю да но об этом всегда не лишним будет сказать потому что когда мы этого не обозначаем диспут может выходить просто-напросто за пределы какое-то объективного и конструктивного рассуждения так вот нарушение технологии выращивания у нас всегда ведут к потерям урожая и для того чтобы собственно говоря максимально реализовать потенциал продуктивности нашей культуры мы и стремимся к тому чтобы вот эти потери снизить минимизировать то есть максимально точно соблюсти технологии и кто-то из вас может заявить что уж у меня то с технологией все точно в порядке у меня все в идеале ну может быть вы являетесь тем самым счастливым исключением из этого правила но как правило все-таки закон мерфи гласит что если что-то может пойти не так но рано или поздно пойдет не так то есть аварийная ситуация случается в любом идеально отлаженном процессе когда-то хоть хоть висящие на стене ружье но выстрелит поэтому агрономы они делятся на две категории те которые случившись такая ситуация скажут так надо что-то делать другие скажут блин мы упустили часть урожая но следующий раз следующий раз мы обязательно сделаем все правильно но каким относить себя уже давайте думать я вам дам несколько практических рецептов как собственно говоря поступать тех или иных ситуациях чтобы минимизировать потери случаи каких-то непредвиденных обстоятельств но для того чтобы понимать как мы можем влиять на продуктивность нашего фитоциноза нам собственно говоря нужно определиться опять таки с основными факторами влияющими на его продуктивность они как известно делятся на биотические биотические и антропогенные ну то это свет температура влажный состав атмосферного воздуха влажность субстрата стратегия полива уровне питания там вредители болезни уходной работы все это в принципе мы знаем все это мы понимаем другой вопрос что не все понимают что все эти элементы фитоциноза и фитоциноза влияет конечном счете не на урожайность нашей культуры они влияют на физиологию растений а вот своевременность адекватность и интенсивность протекания тех или иных физиологических процессов в наших растениях которые составляют собственно говоря наш фитоциноз они будут у нас либо положительно либо отрицательно влиять на количество и качество нашего урожая основная мысль понятно да теперь мы сейчас с вами будем разбирать как мы можем повлиять на физиологический ответ наших растений ну понятное дело что физиологии растения в принципе управляют гормоны то есть у нас есть гормональный цикл растения которые представлены на слайде где пять более изученных гормонов в срезе жизненного цикла растения показаны по максимальному минимальному содержанию то есть в процессе жизненного цикла растения соотношение гормонов в нем меняется именно соотношение гормонов они общее содержание их растений у нас и определяет направление вектор развития нашего растения отсюда из этого графика мы можем сделать простой вывод что нет и не может быть универсальное чудо таблетки которая будет помогать нам повышать урожайность на всех этапах выращивания также как нет одного универсального агроприема который будет всегда нам необходимо выполнять течение всего цикла вращения то есть на разных этапах у нас стоят разные задачи это касается питания это касается режима поливов это касается уходных работ и это же касается режима дополнительных подкормах случае каких-то аварийных ситуаций то есть мы всегда действуем с оглядкой на физиологический статус растения и его потребность в первую очередь дальше я вам буду рассказывать о том что мы в данном случае можем предложить компания супер агро в работе с физиологией растения мы этот вопрос как раз тщательно с именно с точки зрения биологии рассматриваем мы опираемся в основном на применение биостимуляторов сейчас существует множество различных тракторов этого термина множество разных определений но все они сходятся в одном что есть синтетика регуляторы роста это концентрированный там гормон либо синтетического происхождения либо какая-то вытяжка там выработанная с помощью какого-то микроорганизма не суть важно но у них строго однонаправленное действие то есть это какой-то либо один гормон там либо два гормона но он действует как хлыст на растение есть биостимуляторы которые имеют обязательно природное происхождение натуральное оттуда собственно говоря и приставка био и дальше уже собственно говоря из исходя из наших целей задач мы подбираем профессиональный биостимулятор который будет специализирован выполнять ту или иную задачу и чем лучше он будет эту задачу выполнять тем собственно говоря более профессиональным является наш биостимулятор по ходу рассказа я буду сейчас давать вам конкретное решение для конкретных ситуаций вопросы задавайте пишите в чат сразу чтобы проходя какую-то одну главу я быстренько просматривал чат если я вижу вопрос это больше касается сейчас именно вебинара на вебинар fm по инстаграму я вряд ли буду сильно центировать внимание сразу давайте свои вопросы в чат то есть прошел одну проблему просто смотрел то что не понял кто что уточнить хотел проработали этот вопрос и тогда уже идем дальше чтобы впоследствии уже непонятных моментов между нами не оставалось хорошо договорились скажите нормально слышно вот алексей спрашивает как раз вот то что регулятор роста более контролируемая и прогнозируемая ситуация наверное имеется ввиду тот факт что в регуляторах роста мы точно знаем какое действующее вещество в каком процентном соотношении в нем содержится правильно понимаю вопрос то есть вы можете четко угадать как сработает это действующее вещество потому что вы знаете сколько его там в принципе отчасти утверждение верно но с другой стороны у регуляторов роста всегда есть побочный эффект абсолютно всегда то есть мы уже наперед знаем какой побочный эффект будет у того или иного регулятора роста и отсюда как бы вытекается резонные последствия но знаем мы действующее вещество но знаем и что вот так вот она сработает знаю что вот здесь вот станет хорошо вот здесь вот станет плохо вам от этого легче стало как работает биостимулятор это немножко другое направление у нас приоритетная задача это не навредить растению то есть помочь ему пусть это будет менее ярко быстро действующий быстро ярко выраженный эффект но тем не менее практически полное отсутствие побочных негативных эффектов вот чем принципиальное отличие это раз и во вторых даже когда мы полностью не знаем состав нашего биостимулятора у нас есть входные параметры то есть исходные условия для его применения и ожидаемый результат от его использования и они не менее четкие и понятные чем с использованием регуляторов роста то есть по факту даже если вы знаете название органической молекулы которая входит в состав действующего вещества регулятора роста вы все равно не являясь доктором наук по физиологии растений не сможете сто процентов река предугадать поведение растений под действием того или иного действующего вещества в тех или иных условиях но потому что физиология растений это довольно таки сложная наука на самом деле она реально сложная там многоэтажная каскада биохимических реакций протекает в каждую единицу времени в растении и по действиям условий они эти реакции тоже довольно таки сильно меняются хотя в принципе растение стремится быть гиомиостатом смысл в том что биостимуляторы исходя из обозначенной задачи они состоят из того набора действующих веществ веществ которые будут способствовать решению той или иной задачи то есть нет такого понятия что биостимулятор там состоят из водорослей или биостимулятор состоят из аминокислоты или там еще из чего-то из мышиных хвостиков там я не знаю есть понятие задача решение и в принципе там могут даже примерно те же вещества содержаться из те же самые гормоны там или аминокислоты или бетаины витамины там не суть важно важно чтобы набор действующих веществ препарата соответствовал собственно говоря поставленным перед нами задачами вот и все требования препарата идем дальше самая первая главная распространенная проблема в профессиональных тепличных комбинатах с которой мне постоянно приходится сталкиваться это вопрос корневой системы то есть когда агрономы не устраивает развитие в корнях кто-то скажет его это не касается но но все-таки по статистике то самые-самые распространенные явления смотрим в корень в 50 процентах случаях у нас есть чем поработать слабая корневая система причина к тому в принципе известно если у нас там стратегия поливов нарушена если у нас баланс режима питания тоже не соответствует либо освещенность недостаточная пониженная температура в матах может также не способствовать нормальным росту развития корневой системы смысл не в том понятное дело что в первую очередь когда мы видим что наш корень слабоват нам нужно определиться почему это происходит и решить проблему но пока мы решаем проблему вот какую основную мысль я хочу до вас донести пока мы решаем проблему с климатом там со стратегией полива наше растение продолжает страдать от того что у него недоразвитая корневая система если ему в этот момент не помочь мы просто напросто как раз теряем забег продуктивности исходя из предыдущего слайда который вам показывал вот этот вот наш урожай вот количество растений плодов масса плода выход стандартной продукции потеряв один элемент продуктивности частично нам впоследствии будет очень трудно компенсировать эту недостачу за счет других элементов продуктивности потому что как я говорил для каждого гибрида есть свой оптимум для этих значений и он не очень-то хочет выходить за рамки этого оптимума то есть в меньшую сторону может выходить в большую сторону уже довольно труднее скачать растение соответственно пока мы решаем вопрос с причинами проявления такого негатива я могу со своей стороны предложить агрохимическое решение использование биостимуляторов в чем отличие от применения скажем регуляторов роста тех же да которые в принципе повсеместно сейчас используются в тепличных комбинатах для того чтобы разогнать корневую систему обычно для этого используют ауксины и как бы дать них эффект быстро они работают не вопрос но эффект очень быстро заканчивается а долговечность и жизнеспособность этих корней под действием чистых ауксиновых регуляторов роста она тоже довольно таки невелика так вот когда мы разгоняем корни с помощью чистого ауксинов у нас происходит гормональный дисбаланс в корневой системе и в итоге клетки становятся более растянутыми но при этом количество клеток немножко поменьше чем должно было быть то есть размер каждой отдельно взятой клетки корня он немножко больше чем при естественном развитии нашего растения и жизнеспособность этой клеточки немножко меньше потому что как бы толщина клеточной стенки у нас уменьшается и он более подвержен воздействия собственно говоря патогенов и стрессовых факторов окружающей среды которые воздействуют на наше растение здесь же когда мы используем именно профессиональный биостимулятор мы комплексно воздействуем на наше растение благодаря чему у нас корневая система развивается быстрее она развивается вопреки неблагоприятным условиям среды ну конечно до определенных разумных пределов мы все понимаем что если наше растение там находится в несопоставимых жизни условиях то помочь ему будет трудно но тем не менее когда у нас просто немножко отклонение от оптимума мы можем компенсировать эту недостаточку как раз с помощью биостимулятора и таким образом мы поспособствуем быстрому развитию корневой системы которая у нас не отомрет так быстро как если бы мы это делали с помощью регулятора просто вот чем основное преимущество как результат у нас как бы затраты могут быть чуть больше но как я говорил даже если вы увеличите затраты там вдвое на заложенный бюджет по удобрениям это не будет особо сильно сказываться на себе стоимость продукции а вот по эффективности работы эта штука показывает очень хороший результат даже в сравнении с регуляторами роста которые казалось бы работают сильнее мы я сразу обозначу что я делюсь с вами уже отработанными поверенными методами которые уже показали себя хорошо в условиях различных климатических зон в профессиональных тепличных комбинатах здесь в рамках этой презентации я не буду рассказывать какие конкретно хозяйства и что конкретно не использую ну потому что вы сами я полагаю тоже не будете рады если я сейчас буду рассказывать о том какая у вас там технологии применяется хозяйства да если даже буду об этом знать поэтому если что в личном обращении там спрашивайте расскажу может быть более как подробно по согласованию пока что я просто могу вам дать слово что это рабочие схемы которые уже проверены и которые уже работают направо в производстве и что касается спринталги то у нее есть тоже свой собственный метод применения это кроме простой инжекции как обычно это делается с другими продуктами ее можно использовать также через маточный раствор если мы делаем дозирование в 5 теперь то есть в конечно поливном растворе у нас будет 5 миллилитров на тонну да это микродоза но смысл в том что микродоза должна вноситься постоянно в каждый полив течение недели и две недели мы делаем перерыв и таким образом эффективность очень высокая от препарата и технологичность намного удобнее так работать более подробно я об этом писал в журнале гавриш кроме того у нас на ютубе на нашем канале тоже есть информация на эту тему с описанием препараты с чего он сделан как с ним работать то есть кто хочет получить дополнительную информацию источник информации есть также у нас соцсетях он там он есть ссылочки кто скачает презентацию все эти кнопки кликабельные давайте разберем вопрос стратегии внесения спринталга два раза внес и все хорошо до два раза достаточно для того чтобы раскачать корень впоследствии вам самим принимать решение если вы грузите растение то со временем она у вас все равно под скинет корневую но это это всегда так бывает то есть ситуативно по необходимости вы возобновляете процесс агрономы виднее когда нужно раскачивать корень сразу после расстановки кубиков практикуется повышение нормы полива в результате мы прольем все в дренаж может целесообразнее первый пролив провести в рассадном отделении перед посадкой но скажем так если работать как раз микродозами то в дренаж прольете не все что-то в кубике да останется эффективен ли данный препарат в проточной гидропоники имеется ввиду наверное выращивание зеленых культур правильно скажем так вот зелеными культурами я не работал но в принципе по микродозировки проблем точно никаких не будет там работать так можно давайте если есть такая возможность заложим испытание и посмотрим как это работает в аэропоники на землянике эффект есть мы проверяли там все нормально работает это не про . но тем не менее водная культура так какая должна быть температура в мате для хорошо развитой корневой системы ну по крайней мере не выше 35 градусов и не ниже 16 ауксинов конкретно вещества и дозам я не буду отвечать на этот вопрос потому что вариантов слишком много так есть продукты помочь даже в условиях нарушения климата полиов и недостатки света как я сказал что при не слишком больших отклонениях от оптимальных значениях препарат способен помочь растению если растение в жестком стрессе если она испытывает сильный дефицит углеводов которые необходимы для построения корневой системы то у вас может просто напросто развитие корня пойти в ущерб точки роста такое тоже было то есть как я говорил если условия в принципе мало совместимы жизни то тут надо не стимулирует тут уже надо что-то делать условиям выращивания но если у нас есть небольшие отклонения которые тем не менее сказываются на урожай вот в таких ситуациях применение стимуляторов целесообразно здравый смысл никто не отменял идем дальше дальше у нас возникает проблема слабого иммунитета тоже часто распространенное явление от чего она происходит ну в первую очередь когда мы с азотом борщин да либо у нас наоборот недобор по кальцию по калию по фосфору по меди недобор потом в принципе гибрид неустойчив к болезням либо у нас наружен углеводный баланс то есть у нас допустим температурный режим не соблюден тепло и при этом освещенность недостаточная растение тянется ткани более рыхлой соответственно у нас более подвержена ног к болезни ну климатические факторы не будем рассматривать потому что это уже болезнь не самого растения а климата скажем так и самая главная причина снижения защитных реакций растения это стресс то есть когда ему без того тяжко живется а тут еще и патогены на него налетают собственно говоря так растение умирают в природе что здесь можно предложить но на самом деле методов усиления иммунных реакций растений и защита растения от болезней довольно таки много и сегодня утром в принципе другой докладчик уже рассказывал о некоторых из них и перечислял более подробных рассматривал если что в записи вебинара на предыдущем можно будет это глянуть здесь на слайде основным моменты как бы представлено что есть гермональные препараты также салициловая кислота допустим да есть те же фосфиты есть кремний который также способствует укреплению клеточных стенок укрепление защитных реакций да есть полисахариды тот же хитозан допустим как вариант и есть еще фенилпропаноиды это вторичные метаболиты которые вырабатывать сами растения в процессе отражения биотического воздействия на них при биотическом стрессе при именно специфичных и не специфичных стрессовых реакциях на патогены что со своей стороны можем предложить мы у нас есть тоже собственный уникальный продукт реально уникальный то есть такого вот ни у кого больше нет аналогов это называется он локер он как раз содержит в своем составе сахара полисахариды и фенилпропаноиды делается он из растительных экстрактов в частности эхинацея там лапчатка алоэ и плюсом к тому добавлен немножко минеральных солей для собственно говоря усиления действия этих органических молекул по механизму действия что он делает он укрепляет клеточные стенки усиливает внутренние защитные реакции в частности выработку той же салициловой кислоты которая как раз и агрессивно воздействует на патогены плюсом к тому усиливается выработка других вторичных метаболитов которые как раз специфично для нашего вида растений то есть мы поставляем исходные компоненты из которых растение само собирает уже те метаболиты которые будут ему необходимы для отражения атаки и это огромный плюс и универсальность данного продукта а локер не будет лечить наш патоген локер нужен для того чтобы приготовить растение к отражению атаки отражение угрозы когда мы работаем этим препаратом системно в процессе в течение вегетации либо по листу либо в корень в корень тоже можно им работать в принципе через баг бы тогда растение просто становится более устойчивым к болезням и даже наши неустойчивые гибриды просто выходят на статус устойчивых а устойчивые могут принципе не заболеть даже при определенных условиях которые будут способствовать заболевание об этом кстати говоря я уже писал в вестнике овощевода это был первый выпуск за двадцатый год я буду еще многократно ссылаться на этот журнал пока изучайте обложку сейчас просмотрю вопросы которые были потом перейдем дальше можно ли обрабатывать семена овощных технических культур спринталды технические культуры семена обрабатывают семена овощных культур необходимости не вижу обрабатывать потому что они как бы и без этого сходит нормально а когда у нас такая микро семечка что вы планируете этим добиться мы пробовали ничего интересного не получила по зерновым да да там было влияние был эффект по зернобобовым по подсолнечнику по кукурузе да по многим культурам в принципе по овощным смысла не вижу так локер поможет от мучнистой росы локер поможет растению стать устойчивым более устойчивым к мучнистой росе то есть она как минимум у вас появится намного позже чем если бы вы им не работали и будет развиваться не так стремительно иммуномодулятор да это в том числе это иммунопроцептор скажем так можно ли локер по листу при проявлениях мучки при проявлениях вообще как бы нежелательно уже чем-то без фунгицидов по листу прыскать потому что вы создаете дополнительную влажность но в принципе в принципе если состояние растение не критично то впоследствии бороться он поможет конечно время обработки уже упущен то есть ту пиковую эффективность вы не застанете вы уже как бы на будущее быть растение готовить помогать ему ну что по этим вопросам все зернобобовые зерновые видимый эффект да эффект видимый я здесь презентацию это не включал потому что мы рассматриваем вопрос тепличного растения водства но вообще у нас есть отдельное направление отдельное подразделение занимающиеся именно зерновыми культурами и в частности на яровые культуры и применяется именно спринталга на обработку семян а вот в фермерских теплицах при выращивании рассады спринталга не используется об этом кстати говоря тоже хорошо что мы вспомнили об этом нужно будет уточнить значит смотрите что касается скачать презентацию он там он внизу презентации адрес сайта номер телефона нашего офиса пока что предварительно вы можете себе их записать и туда запрос да а потом в конце презентации будет мой адрес электронной почты если организатор разрешат то можно будет в принципе тогда и скачать этот файл то есть решим вопрос процессе обращайтесь идем дальше проблема интоксикации растений но вот в частности вот здесь вот эта фотография виктор николаевич юварова по гербицидному эффекту когда была передозировка каким-то препаратом на и в принципе явление не такое уж и редко когда мы либо средствами защиты перекармливаем наше растение даем повышенную дозировку либо у нас используется регулятор роста с нарушением собственно говоря регламент и технологии это вот как раз проблема регуляторов роста вот точно такую же картину точно также закрученные макушки на томатах наблюдается при неаккуратной работе с регуляторами роста на основе ауксинов в частности когда аэской опыляют цветки фермерских теплицах попали на макушку макушка вся скрутилась и из нашего практического опыта мы эту проблему уже научились решать и в принципе этим образом я готов делиться с вами еще немаловажный фактор токсичных подкормок то есть там отравление аммонием допустим да ну вдруг аммонийный азот у нас зашкалил какой-то причине тоже нехорошо растение становится это подкормки по листу ничем не тем чем положено там частности если огурец нитратами по листу обрабатывать ему тоже он испытывает довольно-таки сильный стресс от попадания нитратного азота на лист мы об этом чуть позже будем рассматривать этот вопрос но смысл в том что бывают проблемы интоксикации болезни и вредители точно также вызывают именно интоксикацию растения вообще вопрос именно биотического стресса можно рассматривать прямо вот подробно и детально в частности когда мы говорим о поражении растения болезнями да проблема то не в том что эти грибы у нас из растений все соки вытягивают нет проблема абсолютно не в этом на слайде здесь на примере фитофторы показаны как собственно говоря гриб воздействует на растение то есть проникая через устица в мизофил гаусторий поражает клетки мизофила вытягивает из них суки вместо питательных веществ в обмен дает продукты своей жизнедеятельности микотоксины и вот эти самые микотоксины поражают соседние клетки благодаря чему они становятся более подверженными для поражения тем же самым гусорим дальше образом гриб распространяется и прорастает ткани растений то есть он за счет выделения микотоксинов делает ткани растения более податливыми и именно эти микотоксины как раз и угнетают наше растение именно они собственно говоря и губят их и они снижают нашу продуктивность наших растений такой ситуации когда мы видим что у нас растительного слишком заболела до что мы делаем мы бах и мы фунгицидом но это нормально в принципе понятная реакция агронома до заболела надо отработать но не все принимают во внимание тот факт что фунгицид это тоже я это отравляющие вещество просто избирательного действия не знает что он для растения не ядовит совсем а для гриба ядовит совсем селективность его действия она тоже такая довольно таки условно то есть тут скорее правильнее будет сказать что для гриба это действующее вещество фунгицидов будет более ядовито чем для растения таким образом гриб умрет растение выживет но тем не менее растение тоже не может не испытать определенного рода стресс действующие вещества более дорогих фунгицидов они может быть менее угнетающими для культуры более дешевых более угнетающими для культуры но смысл не в том стресс в любом случае есть в любом случае есть интоксикация что с этим делать как с этим бороться мы перепробовали тоже много разных антистрессантов мы работали с разными компаниями закладывать целую кучу опытов и пришли к тому что в принципе для решения проблем биотического и а биотического стресса на этапе вегетативного роста очень хорошо подходит продукт филатон основа его это аминокислоты и водоросли аскофилом на дозу там есть как свободные аминокислоты так и пептидные формы так вот универсальность продукта тем и объясняется что есть их свободные аминокислоты которые вот для абсолютно для любого растения подойдут потому что в принципе свободные аминокислоты они специфичны для любых видов и есть пептиды которые в принципе впоследствии даже если они не очень специфичны для данного вида растений впоследствии потихонечку тоже будут раскладываться в растение адаптироваться и встраиваться метаболизм там повышенное содержание пролина триптофана который собственно говоря выводит растение стресса плюс там есть еще бетаины полисахариды в общем целая куча всякого разного смысл в том что при жаре при отравлении растений при похолодании в частности эта штука запускает рост и очень быстро снимает интоксикацию растений мы с помощью филатона вытягивали даже от раунда по растению до рассада томат отработанные раундапом у нас был видеоролик на эту тему на ютубе мы это показывали как это делать и можно работать как в лист так и в корень и сейчас некоторые тепличные комбинаты именно так вы используете закупают уже на площади как правило люди не сильно хвалятся тем что они наделали от стресс своим растением что они пользуются такими продуктами но тем не менее в ассортименте в арсенале его всегда следует такую штуку держать которая если что поможет вытянуть растение из стресса но с этим как-то спокойнее жить нам даже если агроном не накосячить там пьяный слесарь опять-таки не тот кран закрутит либо там вопрыскительно мешает не того я это много раз видел причем довольно таки серьезных организациях потому что человеческий фактор он как бы если а если еще вспомнить про то что может быть сбои в работе оборудования перебои со светом всяких ситуаций хватает давайте по вопросам пробежим сейчас так если перебрать с концентрации какие побочные эффекты если мы говорим именно про филатон то мы работали им по листву концентрации от 0 2 до 1 процента побочных эффектов не было единственный побочный эффект когда у нас потеря тургора на листе ну то есть когда лист уже завел ему противопоказаны высокие концентрации растворов он просто-напросто вы знаете что если тургора нет то лист мало активен то есть в таком случае работа минимальной концентрации если тургор более-менее какой-то есть то проблемы нет и как раз от действия глифосатов мы спасали растение 1 процентной концентрации филатона в то время как рекомендуем работать от стресса по листу 0 2 процента концентрации так что нормально все работает при слабом тургоре да у вас может быть ожог при слабом тургоре даже если водичкой побрызгаешь как бы вопрос может возникнуть определенная особенно в солнечной погоды надо соблюдать условия регламента обработки тогда все будет нормально в рекомендованной дозе проблем нет как цена препаратов зависит от механизма его воздействия цена препарата механизм воздействия цена препарата определяется всегда в первую очередь ценностью его для конечного покупателя как я считаю то есть его эффективностью и незаменимостью даже производственные затраты они вторичны еще очень сильно влияет на цену собственно говоря место происхождения то есть у нас есть император и приближенные к нему которому нужно платить дань за любой ввозимый в страну продукт как вы понимаете да и вот вот эти вот издержки они значительно влияют на цену тут вопросов нет никаких а в остальном как бы знаете прямой такой какой-то взаимосвязи это рынок он работает по своим законам мы сейчас говорим об агрономии сколько будет на гектар цена продукта на сезон на одно опрыскивание вот скажем так по филатону на одно опрыскивание у вас выйдет в районе двух тысяч по текущим ценам этого года опять все к евро привязаны это все импорта при белки мы талия то есть все все понимают то есть дешевые препараты лучше не брать я не буду вам говорить кого брать кого не брать я делюсь с тем что есть у меня я могу поручиться что данный продукт работает как часики он стабилен он эффективен и он совместим с большинством средств защиты растения и подкормок а дальше уже как бы принимать вам решение и сравнивать для себя решать что вам будет лучше идем дальше существует также проблема сброса цветка сброса завязи причины и и в принципе тоже известны недостаток питания недостаток света отсутствие опыления там да ну либо высокие температуры которые также не способствуют нормальному синтезу белков что с этим делать что с этим как с этим быть ну понятное дело что надо как-то исправлять условия выращивания но я не инженер я не буду учить вас как сделать там в теплице прохладнее как вам света добавить это уже другое просто не всегда это в принципе осуществимо а вот физиологии растения поработать можно в некоторой степени и до определенных пределов расширить его горизонт расширить его возможности по адаптации к данным условиям так вот в инстаграме кстати задали вопрос касательно дозировки филатона для корневого внесения если мы говорим про разовую инжекцию это порядка 2-3 литров на гектар если мы говорим про постоянное внесение то это 15-20 миллилитров на тонну раствора поливного даже не 15 я ошибся 20-25 миллилитров на тонну поливного раствора и но это делается в каждый полив то есть микродозами можно дозировать постоянно продолжая на тему фоллициста что это за штука что за звери как с ним быть опять-таки продукт уникальный вы такого больше ни у кого не найдете он контролирует стресс растения на генеративном этапе выращивать то есть он написан заявлен как стимулятор там цветение усилитель метаболизма цветения завязываем плодов но смысл в том что он не провоцирует не заставляет растение цвести он усиливает деление клеток во первых генеративных органах усиливает выработку цитокининов в этой зоне а цитокинины как вы знаете это антагонизм этилена и абсцезовой кислоты то есть когда этилена и абсцезовая кислота в частности абсцезина у нас блокирует действие ауксинов то нарушается приток питательных веществ данному органу растения и собственно говоря она останавливает свои ростовые процессы таким образом растение само себя регулирует как бы у него своя логика свое восприятие своя генетическая программа но мы-то знаем что мы полны оптимизм у нас впоследствии это станет лучше поэтому не надо сбрасывать надо торопиться нам нужно продержаться пережить этот период неблагоприятный и дальше вернуться к нормального подношения так вот фалицист делает как раз то что он сохраняет нашу зависть унифицирует ее делает более дружное цветение если мы работаем на ранних этапах формирования цветков и делает цветки более крупными что впоследствии также сказывается на их продуктивности и качестве опыления то есть потенциал цветка намного выше становится вещи очень рабочие проверенные опять-таки и еще один дружный плюс на нее это то что даже при повышенных температурах если мы знаем что допустим выше 27 градусов по цельфи те же томаты опыляются уже очень плохо ну потому что это уже порог жизнеспособности пыльцы то в данном случае мы реально можем приподнять эти планки до 35 градусов по цельсию по жизнеспособности пыльцы но выше 35 пока что у нас никто не научился что-либо делать с растениями то есть пыльца при большей температуре не живет это это физиология тут никуда не прячешься это даже не физиология биохимия то есть там белки начинают гидролизоваться и всякие подобные неприятные эффекты происходить по теме филатона фалилициста стресса и вообще всех связанных с ним вопросов я опять-таки писал в вестнике овощевода уже в четвертом выпуске два за двадцатый год так что кому интересно можете изучить эту тему более подробно также у нас соцсетях целая куча информации на подчет давайте побежим по вопросу и насколько раз мне надо то есть два-три подкормки нет вы тут в опять-таки вопрос неправильно ставите есть стресс есть подкормка нет стресса человек туда будете кормить есть конечно нас опыт такого примени когда мы просто раз в неделю стабильно системно там в одном комбинате вот на малообъемному мелкоделяночном опыте прогоняли все это дело мы получили прибавку в 10 процентов в принципе по экономике все в плюсе но но это необоснованная затрата нам было интересно что будет если получилось по итогам как бы хорошо агроном в плюсе все устраивает но если объективной необходимости в проведении подкормки нет то и проводить ее не надо если вы видите что у вас условия как бы отходит от оптима вот тогда мы можем работать с нашей так сказать с нашей физиологии нашего растения и корректировать ответ реакции на не оптимальные условия выращивания в течение месяца после выставления рассады на постоянное место нет свет приход 40 джоулей в день поможет этот препарат сохранить кисть мы как раз в этих условиях условиях недостаточной освещенности с фалицистом работали в дагестане правда не в профессиональных а в фермерских теплицах и там мы получили очень хорошие результаты когда у людей просто вот горстями осыпали цветки именно внесение фалицистов по листу регулярно еженедельно помогло сохранить цветки на обрабатываемом участке то есть да это работает сказать что прямо точно по 40 джоулей в день опять-таки зависит от светочувствительности нашего гибрида то есть тут все индивидуально мы можем в той или иной степени воздействовать на физиологию растения но всему есть свой логичный предел разумный поэтому надо пробовать если в вашем условии этого достаточно воздействия будет то все классно вы в плюсе если это будет недостаточно что-то ну не смогла тут тоже панацея нет и чудо таблетки я не предоставлю мы не занимаемся волшебством мы занимаемся наукой которые опять и за неимением точных данных результаты дает тоже не всегда точные пробуем проверяем как на капусте бороться с паршой пишет в инстаграме но это вообще вот мимо обсуждения нашей темы это больше касается защиты растений но вообще с паршой неплохо помогает бороться дефиноконазол это скоро насколько оправданную применение на капусте это отдельный вопрос дальше мы подходим к вопросу чрезмерной вегетативности и прям вот до меня докладчик от компании городан алексей рассказывал как раз о том что вот может быть такая проблема который будет влиять на ph субстрате да что чрезмерной вегетативность я не сильно не рассматривала как большую такую значимую проблему для тепличных комбинатов для профессионального выращивания но если уже вдруг такая ситуация у вас есть и вам надо что-то с этим делать то опять решение у нас есть решение именно агрохимическое причины излишней вегетативности в принципе они тоже вам всем хорошо известны это либо у нас темно тепло либо у нас веси поливного раствора не не соответствует приходу радиации то есть вариантов масс на самом деле либо переборщили с азотом и с аминокислотами то есть постоянное неоправданное использование того же филатона такого содержит аминокислоты будет провоцировать у вас вегетативность если вам нужно сделать растение вегетативными но брызгите на здоровье пожалуйста они будут более вегетативным а вот если нам нужно сделать растение более генеративными то здесь как раз применяется немножко другая штука и она называется револт и и производит компания икар и револт заставляет на некоторое время наше растение поверить в то что она находится в тяжелом стрессе при этом реальных реальных повреждений растения он не наносит то есть воздействие чисто гормональное и очень быстро проходящее эффекта его хватает на 7-10 дней после чего собственно говоря происходит перераспределение ресурсов растения из активных ростовых процессов вегетативных в сторону закладки цветочных почек оттоком в сторону запасающих органов в частности плодов там будет или там в корневую систему но смысл в том что растение ощущая угрозу готовится к отражению стресса таким образом вот с помощью револта можете сделать ваше растение более генеративным здесь на слайде как раз показаны результат его работы по вегетации на огурцы фермерских теплицах в основном эта проблема фермерских теплиц потому что там нет как правило приспуска на коротком обороте на этим мы растем от земли до шпалеры и чем больше междоузли в наше растение заложится от земли до шпалеры тем собственно говоря больше потенциал продуктивности нашей теплицы если она в 10 узлов добежала собственно говоря до шпалеры а нам на том же огурце надо там я не знаю 15-20 узлов то где вы их потом будете брать лес выращивать это не очень удобно а вот когда междоузли коротенькие и при этом цветение пучковое на огурце тут можно в принципе уже работать усиленно кормить получая урожай для этих целей мы как раз револты используем по вегетации используем дозировки 0 0 3 0 0 5 процента то есть не 0 3 0 5 процента 003 процента у него очень сильное действие поэтому с дозировками не играемся работаем аккуратненько начинаем с минимальных в рассаду его тоже в принципе можно применять в качестве ретарнантом опять где-то касается вот не отапливаемых вернее отапливых но не освещаемых рассадников фермерских теплицах профессиональных комбинатах где у вас цветовой поток достаточный там такой проблемы как правило нет если вдруг есть необходимость присадить растение в рассаде то это в принципе можно сделать но работаем им по листу не раньше появления и полноценного раскрытия первого настоящего листа по семидолькам и малышей не трогаем вообще ничем не прыскаем семидольки вообще никакими составами поняли да идем дальше если у нас связи с вегетативностью наших растений пошло измельчание плодов что тоже в принципе может быть чем генеративнее растение тем у нас крупнее собственно говоря потенциал к росту плода а это опять-таки элемент продуктивности и собственно говоря элемент качества нашей продукции если нам нужен более крупный плод мы делаем наше растение более генеративным если мы схватились поздно когда уже как бы ботвана махала да то есть реальное опасение что плоды будут мелковатые особенно когда уже видно что у нас кисточка отходит вертикально вверх да в частности это томата касается что мы можем сделать на этапе завязывания плодов мы можем отработать специализированным биостимулятором под названием крис он усиливает деление клеток в зависть это самый первый главный эффект от его применения и это самое главное его отличие от многих конкурентных продуктов которые влияют на налив плодов но как вследствие у нас либо форма либо плотность плодов за счет этого страдает а в данном случае не форма не плотность плодов не окрас не меняются у нас меняется только размер за счет увеличения именно количество клеток то есть тех ячеек в которые собственно говоря наше растение может накачать питательные вещества обеспечивает тот самый размер плода понятное дело что у нас требуется к условиям минерального питания немножко повышается но в профессиональном выращивании агроном способен все это дело отследить и принять соответствующие меры нормы внесения и регламента использования представлены на слайде то есть мы работаем по листу 0 2 процентным раствором если мы работаем в капельный полив то мы даем 20 пм готовый раствор постоянно микродозами либо мы можем инжекции 2 литра на гектар пульнуть но это будет для корней не очень приятно такая большая доза за раз то есть лучше либо лист либо микродоза а вот если у нас опять-таки от вегетативности наших растений есть проблемы с окрашиванием тем более если у нас освещенность не очень хорошая да то в таком случае мы используем совершенно другой продукт который предназначен как раз для того чтобы помочь растению накапливать сахара и антоцианины в наши плоды как мы знаем антоцианина ты как раз тот пигмент который отвечает за красный цвет красный синий фиолетовый там розовый там вариантов антоцианина стоит очень много есть обширная такая химическая группа так вот фишка этого препарата в том что он не заставляет плоды краснеть он поставляет в растение исходные компоненты из которых впоследствии растения уже собирает те антоцианины которые специфичны для него состава описания в общем он основан на растительных экстракциях опять-таки там есть моносахара и есть фенилаланин есть немножко аминокислот также там минеральной соли но это не суть важно смысл даже не том из чего он сделал смысл том что как он работает работает он очень хорошо и причем данный продукт как раз лучше всего работает даже через капельный полив именно в тепличных профессиональных условиях в малообъемке если мы даем в капельный полив 50 ппм постоянно в период именно созревания плодов по погоду эффект довольно-таки заметны и что самое приятное при этом во первых у вас мелкие плоды не зреют то есть у вас зреют те плоды которые уже подошли их вот мы говоря к моменту начала физиологического созревания разница лишь в том что у вас темп и равномерность окрашивания будет намного лучше с использованием санреда и второй момент что у вас плоды под его действием не становятся мягкими в отличие от тех продуктов которые вы используете на ликвидной обработке то есть это эти фон там гидрелы трилл с фон там агростимы там подобные вещи то есть тех регуляторов роста которые усиливают выработку этилена в плодах тут совершенно другой механизм действия продукт работает намного мягче и как результат мы получаем качественную продукцию вот это очень важно и это оправдывает разницу в цене в цене разница в разы но по эффективности тоже совершенно два различных направлений воздействия на стене теперь самое вкусное самое приятное так сахар при применении криса сахара в ягоде страдать не будет нет не будет если у нас растение способна качать нормальный фотосинтез у нас то проблем не будет отличие криса от бенефит меняется ли сахар в худшую сторону я сейчас не стремлюсь к тому чтобы сравнивать крис там с бенефитом еще с чем-то у всех продуктов есть свои особенности своя специфика за наш я могу поручиться что качество продукции не страдает все что делает крис это делает воды более крупными по сравнению с теми растениями которые не обрабатывались крисом все остальное будет специфично для вашего сорта для вашего вида здесь на этом слайде можете себе выписать заинтересовавшие ваш позиции я сейчас напомню пробегу по списку спринтал как корне стимулятор это внесение через маточные растворы то есть в какой бак можно добавить препарат при стандартном разбавлении 1 к 100 спринтал где-то корневую систему разогнать фульвумин это усилить поглощение питательных веществ из питательного раствора филатон усилить вегетативный рост санрет улучшить окрашивание это все бак а фалицист предотвращение сброса цветка и завязи унификация цветения локер от усиления защитных реакций растения крис это укрупнение плодов то есть вот такой штуки тоже мало кто вам даст что касается именно корневого внесения микродозами через маточные растворы это очень удобно и очень эффективно ну и собственно говоря первую часть своего доклада я успел провести здесь на слайде у нас контакты соц сети телефоны там адреса мой адрес электронной почты кому надо там сквеншот делаете выписываете смысл не в том смысл в том что дальше я хотел еще затронуть тему не корневых подкормок пока вопросов у нас чудеса это другой инстанции да как получилось со стандартности по итоги в дагестане не понял вопроса андрей может быть и отвлекся от этой темы имеется в виду с цветком да нормальный цветок и флаг и нормальный для растения 40 джоулей это ночь это для вас ночь ночь больше набежит на чистом томате испытывали помогает вывести из вегетации да помогает дэв у него какой у револта там гормональная составляющая в основном опять-таки это гормоны растительного происхождения на горшочных декоративных культурах револт испытывали мешали его с полицыстом полицыст смягчать действие револта и как результат это была очень быстрая провокация цветения нет 3 миллилитра на 10 литров револт это вот первая дозировка вторая обработка можно 4 и потом третьей обработкой можно в пяти третий интервал 70 дней так это процент как я понятно да крис для ягод работает на клубнике он лучше всего работает вот за счет этого нас клубничники узнали и полюбили за счет того что попробовали крис но там крисом надо работать уже в полпроцентной концентрации то есть это 50 грамм на 10 литров как влияет препарат крис на растения нет он их не ставит он нормальный он аналогичный композан я не знаю композан как эти препараты влияют на катионно-анионный состав причем только катионно-анионный состав это больше касается именно органической составляющей то есть это физиологические процессы и они протекают вполне себе гармонично что и отличает данные продукты от регуляторов роста что мы не нарушаем естественную биохимию растений вопрос о некорневых подкормках почему он у нас так поднялся много сейчас обсуждений на эту тему надо не надо особенно что касается профессионального выращивания все знают что у нас питательные вещества усваиваются только корневой системой что лист нас предназначен для фотосинтеза и дыхания да это все как бы понятно да но всегда есть нюанс и нюанс как правило всегда вот мелочах кроется у каждого элемента мы знаем есть определенная роль в физиологии нашего растения каждый элемент выполняет свой набор функций и тут весь трюк как раз в том что пытаясь дать эти элементы по листу многие люди пытаются накормить растения этим элементом в частности это довольно абсурдно смотрится когда говорят пока ли тогда про кальций или про фосфор тем более то есть элементы которые довольно таки трудно усваивается листом и в принципе их потребность растения довольно-таки высокая но в то же время применяя данные продукты прямой экспликации в листовую пластину мы можем менять саму физиологию нашего листа пусть на короткое время на время пока этот препарат весь не выработается но тем не менее мы можем это делать тут можно провести опять такую аналогию что когда девушки накладывают себе компресс из огурчиков на лицо они же не пытаются огурцами наестся правильно но тем не менее результат от этого применения есть то есть свойство кожи лица при этом меняется то же самое происходит с листом активность хлоропластов листовой пластине под действием тех или иных элементов данных напрямую в лист у нас меняется потому что от корня пока этот элемент дойдет до листа это довольно таки длительный процесс и листовая обработка она более оперативная как правило если же говорить про конкретные цифры я тоже их высчитывал и мы все это замеряли пробовали на практике неоднократно так вот не корневые подкормки позволяют обеспечить до 20 процентов суточной потребности в макро и мезоэлементах начиная собственно говоря от азота и заканчивая там кальцием магнием и тому подобных вещей много это или мало как бы мы об этом тоже вернемся к этому обсуждению но что касается микроэлементов то в принципе до 100 процентов общей потребности растений мы можем с помощью листовых подкормок обеспечить другой вопрос что корни тоже потребляют эти микроэлементы и не всегда элементы питания транспортируются от листьев корням частности медь не транспортируется сверху вниз кальций не транспортируется от листьев корням и тому подобные эффекты чтобы максимально точно проанализировать состояние растений и их потребность в некорневых подкормках имеет смысл проводить даже не анализ по содержанию элементов питания методом озоления а именно функциональный экспресс диагностика когда мы делаем вытяжку из хлоропластов и получаем ответ наших хлоропластов на внесение того или нового реактива либо повышение либо снижение их активности это довольно таки эффективный прием который в открытом грунте вообще повсеместно сейчас используется это очень широкая практика на самом деле в производства а вот вопрос здесь сейчас прозвучал как раз имели в виду слайд с распределением по бакам как эти препараты влияют на катионо неонный состав я вам так скажу незначительно потому что самих препаратов в принципе довольно таки мало добавляется из разобраться и основу их составляет органика то есть там минеральных элементов совсем чуть-чуть и как результата они просто уходят в зону погрешности поэтому можете не переживать и дозировать смело потом когда мы подходим к вопросу не корневых подкормок надо понимать что корень способен усваивать элементы питания в одной форме а лист при этом может в этой форме элементы питания не усваивать почему так происходит потому что корни не просто поглощают и транспортируют дальше в корнях происходит также первичная переработка элемент питания в частности там вырабатываются многие физиологически активные вещества аминокислоты то есть у нас поступает не водный раствор минеральных удобрений тот который мы даем корням а у нас поступает пасок богатый органическим веществом из-за корней к листьям так вот в этой пасоке происходит тоже окислительного кисловосновительной реакции и зачастую степень окисления форма и содержание элементов питания который мы падаем в корень она меняется по дороге листу и лист получает уже в переработанном готовом виде связанные там какой-то органической молекулы я сейчас вот так вот обобщаю чтобы не вдаваться в детали потому что сейчас из головы всех этих химических форму не возьмешь смысл в том что на данном слайде я вот такой вот короткий список противоречивых элементов представил допустим тот же даже давно всем как бы понятны такой элемент питания на что у нас корни усваивается нитратный азот в основном а манины ли тоже прекрасно усваивается корнями но при этом он усваивается как и есть если за счет действия нитрата редуктаза у нас нитратный азот переходит в аммины которое впоследствии собственно говоря и встраивается дуки в амидную форму переходя до а то аммонийный азот корняли поглопощается прям как есть вот сколько его есть толькоivals поглотится и И если у нас углеводный баланс растений недостаточно мощный для переработки этого азота, то происходит аммонийная токсикация. Именно поэтому мы с аммонием всегда работаем очень аккуратно. Особенно на инертных субстратах, когда у нас почва его не связывает и микроорганизм это не перерабатывает. А вот, допустим, аммидный азот корнями, ну, огурцов, томатов, практически вообще не усваивается. Зато он прекрасно усваивается листьями. То есть тот же карбамид по листу замечательно работает. И у нас в России главный потребитель карбамида это все-таки зерновые хозяйства открытого грунта, которые его бьют именно по листу. То есть основная доля карбамиды это листовые обработки. Что касается фосфора, тоже об этом обсуждение на предыдущих докладах уже было, что есть фосфатные, есть фосфитная форма фосфора. У них совершенно различная степень окисления фосфора, совершенно разные химические свойства и совершенно различный эффект от их применения. И надо понимать, что фосфиты, они очень долго перерабатываются растениями, чтобы стать фосфатами. То есть по факту фосфиты не являются источником доступного фосфора. Это важный такой момент, что фосфиты еще и обладают канцерогенными свойствами. Я это узнал, собственно говоря, от производителей тех самых фосфитов в Италии, которые для своих производителей сельхозпродукции делают четкое регламентирование, что мы обработки фосфитами заканчиваем за 40 дней до уборки. Калий. Простой, понятный элемент. Усваивается как корнями, так и листьями. Всегда имеет одну степень окисления, всегда растворим, всегда доступен, стабилен. С ним все классно, все понятно. Сера, в принципе, у нас сульфатная сера прекрасно усваивается. То есть шестивалентная сера. Понятный, нормальный, рабочий элемент. Кальций тоже имеет вроде бы одну степень окисления, но при этом к нему, во-первых, всегда какой-то балласт привязан, потому что сам по себе он тут же вступает в реакцию и выпадает в осадок. По поводу и без абсолютно. И от балласта, собственно говоря, если это азот, то мы понимаем, сразу возвращаемся к первому элементу азот, что у нас листом нитратный азот не усваивается. А мы знаем, как поглощается элемент питания нашим растениям. Есть либо активное, либо пассивное поглощение. Пассивное, когда соединение поглощается, как есть, и катион и анион поглощаются. Активное, когда нам нужно съесть катион, грубо говоря, и заместить его каким-нибудь другим катионом. Для листа это либо ион водорода, либо ион кальция. Но ион кальция на ион кальция менять это как-то тупо, согласитесь. Тем не менее, подобные реакции как раз и происходят. Либо еще хуже, если у нас именно анион азота в нитратной форме будет поглощен растением. В таком случае это просто-напросто стресс для растения. Потому что нитрат ион для листа это токсин довольно-таки сильный. А вот с магнием все просто и понятно. Но опять-таки, когда он не идет в связке с азотом. Когда по листу мы работаем нитратом магния, то некоторые культуры сильно угнетаются. У железа есть разные степени откисления. И это тоже надо иметь в виду. Это надо учитывать. Допустим, тот же сульфат железа двухвалентный. Он не является источником питания железа. Он является источником, скажем так, проблем для грибов. А при высокой концентрации еще и для растений. То есть это фунгицид. Это яд. А вот трехвалентное железо прекрасно поглощается хорнями. И именно его и хилатирует. А именно потому оно, собственно говоря, в хилатной форме представлено, что растение тоже, железо тоже выпадает в осадок по поводу и без практически со всеми катионами, анионами. Отношение калия к кальции подскажете на томате? Точно цифру сейчас не назову, поэтому давайте не будем. Мы сейчас говорим про на томате лучшее внекорневое нитратом кальция или хлористом. На томате, я сейчас как раз к этому вопросу подошел. Вопрос дефицита кальция, она у нас распространенная проблема. Даже где все, казалось бы, хорошо, нет-нет, глядишь, вершинка встречается. Первичный, кстати говоря, симптом это куплообразность листьев. То есть она возникает раньше вершинной гнили, как правило. Так вот, ни нитрат, ни хлорид кальция не являются оптимальным решением в наше время. Да, по советским меркам, в тех книгах, которые уже пожелтели, там было четко прописано, что в случае риска возникновения вершинной гнили нужно провести листовой обработку нитратом кальция. Но есть нюанс, и к нему мы еще вернемся. Так вот, давайте сначала разберем вообще, откуда берется вершинная гнили, почему она происходит. Когда мы даем наш питательный раствор в прикорневую зону, да, он там ионизированный, есть ион различных элементов, корни все это дело потихонечку поглощают и транспортируют в первую очередь. Здесь вот предполагалась анимация, чтобы вот поочередно все это дело включить, но в принципе по стрелочкам, по циферкам видно, да, что в первую очередь у нас транспортируется кальций в точку роста. Дальше он перемещается к молодым растущим листьям, которым сейчас идет активное клеточное деление. Рост клеток, им нужен кальций для того, чтобы эти клетки... Укрепить, иначе делов не будет. А вот то, что останется от всего вот этого шапочного разбора, уже достается плодам. И бывают такие ситуации, что при сниженной транспирации у нас просто-напросто не хватает. Либо если высокая нагрузка, активный вегетативный рост, опять-таки даже при нормальной транспирации может случиться такая ситуация, что кальция не хватает плодам. Ну, чуть-чуть не хватило, кому-то не досталось. И этот кто-то впоследствии остается с пятнышком внизу. Так вот, здесь стрелочки, видите, два, три, четыре. А где же первый, спросите вы? А первый, это как раз он внизу, корни. То есть самый первый и главный потребитель кальция, это, собственно говоря, сами корни, для которых он жизненно необходим. Поэтому те, кто говорят, что мы сейчас по листу кальция наработаем и у нас все будет здорово, ну, они тоже немножко заблуждаются до того, что от листьев к корням кальций не транспортируется, как я уже говорил. А он им нужен. Поэтому основа это все-таки корневое внесение кальция. Но когда мы говорим о том, чтобы, собственно говоря, усилить корневое внесение кальция, то здесь можно вспомогательные агрохимикаты использовать. В частности, те же фульвокислоты. Есть в интернете статьи на эту тему. На русском языке мало хорошего написано. Вот на английском есть такая статейка, Fulvic Acids in Hydroponics. Вот там прям вот довольно-таки подробно развернуто, что к чему, зачем, почем. То есть с таблицами, с диаграммами, с ПТМами, все как положено. Смысл в том, что вот эта штука, фульвумин, он позволяет усилить поглощающую активность корней и, собственно говоря, заставить растение поглощать больше катионов. В частности, кальция. Ну, а если уже мы говорим о том, чтобы прийти к листовым подкормкам, да, то есть предпочтительный вариант. Это хилатная форма. Хилатов. Много разных хилатирующих агентов. У нас есть жидкий продукт на основе лигносульфанат аммония, который, собственно говоря, для растения более специфичен, потому что имеет родство с клеточной стенкой. Причем содержание довольно-таки высокое. В чем преимущество перед нитратами, там, хлоридами? Нет вот этого балласта неспецифичного. То есть хлор токсичен. Нитрат для листа токсичен. А лигносульфанат, наоборот, съедобен. Он является источником структурного углерода. И он прекрасно проникает через клеточную мембрану, так как имеет с ней срастой. Поэтому усваиваемость у нас, в отличие от нитрата, там, не 10-15%, а 90-95%. Но, опять-таки, от качества обработки зависит. Понятно, от смачиваемости листа, от стекания раствора. Но при соблюдении технологии опрыскивания мы с помощью одной обработки легаплексом кальция в дозировке 2 литра на гектар, задумайтесь, можем обеспечить на 100% потребность структурного углерода. 150 килограмм томатов или 300 килограмм огурцов. Много это или мало? То есть затрат там на 1200-1300, да? А 150 килограмм помидоров получили. Ну, либо 300 огурцов. И теперь смотрите, момент. Когда мы видим вершинную гниль, да? У нас же не 100% неполученного кальция. У нас не хватило там процентов 20-30. То есть по факту эту цифру можно умножать на 5 и говорить о том, что вот мы спасаем там, грубо говоря, 750 килограмм помидоров с одной обработки, либо полторы тонны огурцов от кривизны, если мы работаем заблаговременно, своевременно. И вопрос, когда, собственно говоря, надо работать кальцием по листу? Когда это будет эффективно? Это эффективно не тогда, когда у вас пятна появились. Есть определенные предпосылки к появлению той же вершинной гнили. В первую очередь, как я говорил, это куплообразная форма листьев. Ну и, во-вторых, надо на климат посматривать. Если у вас видно, что идет активный вегетативный рост, вот вегетация мощная идет, как раз сейчас фаза такая пришла. Если у нас минимум там 2-3 кисти наливаются в данный момент, да? И при этом еще и жарковато, ну, блин, ну, будет вершинка. Как ни крути. И мы должны на упреждение превентивно работать, когда плоды еще даже размера не набрали. Отработайте 1-2 раза, там, с интервалом 7-10 дней по листу кальцием, и тогда будет эффект. Те, кто рекомендует вам листовые подкормки нитратом, там, хлоридом, я вам так скажу, это довольно-таки опытные агрономы, которые научились работать с этими препаратами. Они знают четко, когда, как надо его применять. Потому что, работая с таким кривым инструментом, получать результаты, это надо быть виртуозным. Когда с теми же регламентами, с теми же условиями применения переходите на профессиональный продукт, гигаплекс кальция, у вас и эффективность совершенно другая становится тогда. У вас отдача от профессионального препарата намного выше всегда будет, чем от вот этой вот кустарной соли. Давайте пробежим по вопросам кратенько. Так, момент. Так, на томате лучше не корневая нитратом кальция. Ответил на этот вопрос. Вообще-то нитрат кальция, нитрат магния прекрасно применяется для нитратных подкормок без проблем для растений. Марите, вашу позицию я знаю и слышал. Для томата, в принципе, нитрат не особая такая проблема. Для огурца проблемы бывают. И проблемы бывают серьезные. Как ни крути. Об этом много где, в том числе и в литературе указано. И из практики такой опыт есть. Та же, допустим, дыня, тот же арбуз, в принципе, нормально к нитрату относится. А именно тепличный огурец не очень хорошо. А если рассматривать именно физиологию и анализировать активность хлоропластов в лабораторных условиях, а мы это делали, она снижается под действием нитрата, снижается ощутимо. Плюсом к тому, образование оксалатов как раз и происходит под действием нитратов. Синие перемещается, в общем, не сначала верхушка, а сначала нижние листья и плоды. Как раз верхушки его зачастую и не хватает. Марите, ну, скажем так, нижние листья, я тут вообще не соглашусь с этим, что в нижние листья у нас, в первую очередь, кальций перемещается. Потому что, когда у нас нижняя макушка формируется, нижний лист уже сформирован. Он, в принципе, к кальцийу не требователен. Он тоже, лист, когда насыщен, то он не поглощает те элементы питания, которые ему не нужны. Хлор для листа вовсе не токсичен. Откуда такая странная мысль? Ну, как сказать, блин, всегда был токсичен, стал не токсичен. Тут я не склонен к тому, чтобы входить в эти споры и диспуты, но если уж на то пошло, давайте тогда и в корень хлор давать. В чем проблема-то? Всегда хлорные удобрения являлись противопоказанными для листовых обработок. Как ни крути. Есть, конечно, определенные ПДК по ожоговым шкалам, которые, если не превышать, то особых проблем нет. Но в любом случае, без хлора листу лучше, чем с хлором. Да, хлор это микроэлемент, который тоже необходим растению, но он необходим в микродозах. А когда мы работаем макродозами нитрат хлорида кальция, то тут уже не микродоз, это уже серьезные воздействия. А почему рекомендуют хлористый кальций при вершинке? Ну, потому что люди учились по тем книгам, которые уже давно пожелтели, как я и говорил. Тогда таких реактивов, как сейчас, в принципе, не было. Я не утверждаю то, что вот надо только наш кальций брать, он что-то самый лучший в мире. Он хороший продукт, он удобный, технологичный в работе, но есть много других хилатов. Есть другие продукты на основе лигносульфаната, аммония. И они всегда в 100% случаев будут работать лучше, чем нитраты и хлориды кальция по листву. Если 2 литра на гектар лигоплекс обеспечивает кальцием лишь 150 кг томата, то сколько его надо для получения нормального урожая хотя бы 1 тонна из гектара? Опять-таки, Марите, мы не говорим о том, что мы 100% будем только с листа кормить. Я вам привел простую математику, то есть сколько это выражение в цифрах. Сколько стоит 150 кг томата, сколько стоит 2 литра препарата? Там уже разница в 4 раза. Если мы говорим о том, что недостаток, недообеспеченность на 20% уже вызывает вершинный гниль, то есть мы теряем из-за 20% 100% урожая, то мы эту цифру еще в 5 раз увеличиваем. Вот в чем смысл. Опять-таки, вы сами прекрасно знаете всю эту ситуацию. Я от вас не раз слышал о рекомендации по обработке нитратом кальция. Просто данный продукт более профессионален, более технологичен. И опять-таки, его можно смешивать со средствами защиты растений. Он совместим, потому что это хилат. Имеет кислую реакцию среды, потому что кондиционер PH уже добавлен в состав. Так, у меня 6 миллимоль в баке. Что-то не сходится. Да никто же не против того, чтобы в корень давать кальций. Корень кальций давать – это самое первое необходимое условие. Но опять-таки, если вы дадите в корень в 2 раза больше кальция, чем необходимо, это не значит, что у вас будет его усваиваться в 2 раза больше, чем это было раньше. Есть определенный баланс усвоения элементов питания. От него мы идти никуда не можем. И корректировать дальнейшую работу наших растений мы можем только с помощью каких-то физиологически активных веществ. И я назвал вам агроприемы, которые позволяют как раз поменять работу функциональную наших растений. Хлор для чериков вообще обязательно рекомендует и сливок под корень 120 миллиграмм на литр. Все правильно, да, нормальная тема. Хлор для томата – это микроэлемент, как я и говорил, он необходим. И в определенных концентрациях хлор является проводником кальция. Ничего такого в этом нет и никакого противоречия абсолютно. Это нормальная ситуация. Смотрите, более подробно эту тему я рассматривал, опять-таки ссылаясь на вестник овощевода. Это выпуск 7-8 за 2020 год. Там аж на целых 5 страниц статья, где все это разобрано как раз до молекулы. Кому интересно, можете почитать с моей аргументацией, можем уже персонально там как-то подискутировать. Вопросов нет никаких. Никаких проблем. То есть кому нужно эту тему изучить глубже – пожалуйста. Еще сталкивался с такой проблемой, как фотоиндибирование. Конечно, это уже экзотика, это редкость. Но бывают такие ситуации, когда светорастению поступает больше, чем необходимо. И как результат у нас нарушается углеводный обмен в растении. И те сахара, которые синтезируются в листе, просто-напросто не успевают из него уходить. И это вызывает тоже определенные физиологические нарушения. В такой ситуации можно тоже именно с помощью некорневых подкормок помочь растению оттягивать лишние углеводы из листа, собственно говоря, запасающие органы. Делается это, как раз, с помощью некорневых подкормок калия. Потому что калий напрямую влияет на водный и углеводный обмен в растении. И у нас для этого тоже есть два разных продукта. Один из них, причем, с кремнием. Вот слева икар калиста Си. Это кремниесодержащий продукт, который является и иммунопротектором, и помощником в оттоке углеводов из листовой пластины. И защитником, в частности, от солнечных ожогов. Если нам нужно просто запустить отток, то есть калийная форма, где калия побольше, он стоит подешевле. При этом в жидкой форме, как бы, карбонат калия, пожалуйста, работаем на здоровье. Это нормальная рабочая тема. И отличие, почему не подходит для этих целей какой-нибудь там сульфат калия, монокалий, фосфат. Да, ну не так они работают. Почему? Да все просто. У этих продуктов PH 12. Задумайтесь на минутку, да? И здесь тоже это не говорит о том, что надо подкислять этот продукт. Это говорит о том, что он несовместим с большинством средств защиты растений. Но при этом вот этот PH, он нужен такой. То есть по факту в растворе у вас будет PH в районе 9. И это так и надо. Это тоже оказывает дополнительное влияние именно на процесс оттока углеводов из листа. Это такой небольшой секретик, который, я так и не все им делится. Все говорят, что наш продукт самый чудесный, что только мы так можем. Почему не объясняют? Я объясняю. Есть калий, есть высокий уровень PH, который в совокупности как раз и оказывает это физиологическое. Это физиологическое воздействие на лист. Таким образом запускается усиленный отток, и мы получаем эффект. Что еще хотел проговорить? Почему ни слова о меди не говорили, да? Казалось бы, вот медь, иммунопротектор, ну, само собой разумеется. Мы не стали регистрировать никакого продукта с содержанием меди, хотя было куча предложений на самом деле, потому что просто достойного и адекватного по цене пока ничего не нашли. Вместо этого, если уже так хочется сделать медь системно, я вам предлагаю простое дешевое решение. Это берем медный купорос, берем аминокислоты, маленькую дозу купороса с рекомендованной дозой аминокислот смешиваем и получаем, собственно говоря, не хилат, но тем не менее аминокислоты очень прекрасно выступают в качестве проводника. И сульфат меди просто поглощается растением вместо того, чтобы оставаться на поверхности листа. И таким образом мы получаем эффект системного фунгицида. И в частности против бактериозов, в частности для их профилактики и лечения на ранних стадиях, это тоже эффективный агроприем. Но для сравнения, если медный купорос мы работаем там 2 до 4% по листу, да, в составе бордовской смеси, да, то здесь для того, чтобы отработать системно, мы работаем 0,1%. То есть 10 грамм на 10 литров, ну и в сочетании с 0,2% раствором филатона 20 грамм, либо 0,2% раствором фульвумина. Это фульвокислоты, они тоже являются проводником. Они тоже с листа прекрасно работают и выступают в качестве антиоксиданта. Потом, что касается качества листовых обработок. Тоже мы много говорим про листовые подкормки, обработки системными препаратами по листу. Даем рекомендации по процентной концентрации действующего вещества, но мало кто принимает во внимание, а сколько этого самого действующего вещества, сколько этого самого раствора у нас, собственно говоря, останется на листе. Вот вопрос, да. И вопрос на самом деле важный, животрепещущий, потому что мы можем пшикнуть положенное там тонну, а можем пшикнуть там 200 литров на гектар. Никто же не учитывает, да? Мы можем вылить тонну, но при этом 750 литров окажется на полу тут же моментально, а на листе окажется опять-таки 250 литров из заявленных. Для того, чтобы обеспечить нормальное качественное покрытие листа, мы, во-первых, используем полнообъемный вылив рабочего раствора, то есть хорошее качественное оборудование, которое выпрыскивает столько, сколько необходимо препарата, это раз. И, во-вторых, используем качественные форсунки, которые дробят эту каплю как можно меньше. Тогда, если чем меньше капли, тем лучше она предстает к гидрофобной поверхности. А лист у нас покрыт гидрофобной пленочкой, кутикулой, кто не знает. Плюсом к тому, он может быть еще и старым, то есть кутикула может быть толстой, и он может быть еще и пыльным по той или иной причине. В такой ситуации еще труднее действующему веществу попасть в ткань растения. У нас есть специальный адювант, адювантов на рынке много всяких разных. Наш интересен чем? Это органо-силиконовая основа и карперфикстик. Он обладает четырьмя действиями сразу, то есть он прилипает, растекается, впитывается в растение в течение двух минут, то есть ему даже через устица заходить не надо, он кутикулу пропитывает. Я проверял через две минуты лист сухой, даже с верхней стороны. И четвертый эффект не очень интересен для защищенного грунта, но интересен для открытого грунта. Он образовывает на поверхности листа гидрофобную пленочку, которая дышит, но при этом отталкивает капли воды впоследствии. То есть роса к этому листу не цепляется. Плюсом к тому силоксан, который в составе этого препарата, он является также источником кремния, который также является микроэлементом, который усиливает защитные реакции растения. Таким образом, эффективность защитных обработок и подкормок с помощью этого одеванта мы можем повысить прямо на голову и прийти к тому эффекту, который заявлен производителем, которого мы ожидаем, который нам требуется. Это огромный плюс, и конкурентность этому продукту обеспечивает норма расхода. То есть если подобного рода препараты мы работаем там сколько? В 0,1% концентрации, то здесь достаточно 0,01% до 0,03% концентрации. То есть это буквально 100 до 300 грамм на тонну. Цена у него сейчас уже, конечно, хорошая, по 4 тысячи, потому что привязка к евро. Но тем не менее при таких нормах расхода за такую эффективность это нормально. Даже визуально по качеству распыления тоже есть ощутимая разница. Я опять-таки обо всех этих защитных моментах, вот качество обработки, какие еще приемы дополнительно влияют на эффективность защиты. Уже писал в Вестнике Овощевода. Это пятый, шестой выпуск. Плюс к тому, на YouTube у нас тоже есть видео про ICAR Perfect Stick. Если кто презентацию скачает, кнопка кликабельная, да в принципе, даже если просто набить в поиске Perfect Stick, он выйдет там на YouTube. Поэтому кому интересно, можете посмотреть именно в работе, в распыле, как меняется структура капли, как меняется покрытие листа. Это реально рабочий момент, который я сам лично у себя проверял, в том числе на своих виноградниках. У меня виноградник, у меня не теплица. И готов поручиться, что тема рабочая. В теплицах тоже мы сейчас его используем и вполне эффективно. И очень правильный, хороший вопрос был. Да, гидрофобная пленка прилипателя не будет мешать следующей обработке. Когда ее лучше всего проводить? Я вам так скажу, в ближайшую неделю, ну то есть 5-6 дней, обработки без Perfect Stick по этой пленочке толку не дадут. Все будет сбегать с листа. Через неделю она уже рушится. Но если вы хотите, чтобы у вас всегда было идеальное покрытие, вы просто всегда используете его. Perfect Stick на Perfect Stick ложится нормально. То есть он сам себя прекрасно пропитывает. Без него раньше, чем через 5 дней, обработка не получится без него. Сохраните в инстаграме записи в бинар, пожалуйста. Да, сохраню, конечно. Потом, вопрос с бором. Для профессиональных теплиц это как бы не очень актуальный вопрос. Для фермерских, да, это более значимо. Потому что с усвоением бора, особенно из почвы, там есть определенные сложности. Но и в принципе в профессиональных теплицах мало кто обращает на это внимание, но иногда недостатки есть. Иногда артение испытывает дефицит бора. С чем он может быть связан? С активным вегетативным ростом в условиях, собственно говоря, низкой транспирации. То есть, естественно, у нас пасмурно, да. Смысл в том, что бор у нас так же, как и кальций, транспортируется к селенным токам. И когда у нас кселенный ток замедлен, то и рост может в поступлении этих элементов приостановиться. И в каких-то ситуациях мы грешим на климат, а по факту у нас тупо бора не хватает, и цветок начинает становиться стерильным. Это, опять-таки, выясняется с помощью функциональной диагностики. И в такой ситуации я просто вас хочу предостеречь, что старые советские рекомендации по обработке борной кислотой на данный момент реально устарели. Потому что борная кислота, это да, она содержит много бора, там 17%, все дела. Но она фитотоксична. Это нельзя забывать. Есть сейчас на рынке много продуктов органических. На основе бора тонуламина, который комплексует бор. Но тоже есть нюанс, что этаноламины, они тоже разные бывают. Есть такой показатель, как олигомеризация этаноламина при, собственно говоря, синтезе его. И надо четко понимать, что бор способен связывать только моноэтаноламин. Диэтаноламин, триэтаноламин в отношении бора совершенно инертно. Они не вступают в реакцию, не комплексуют его. И по факту, получая дешевый продукт с бором и этаноламином, мы можем получить такое, что это просто смесь борной кислоты и этаноламина. А по факту варенье отдельно, мухе отдельно. И вы прыскаете раствором борной кислоты и этаноламина, вместо того, чтобы раствором борэтаноламина прыскает. То есть ситуация ясна, да? В данном случае здесь контролируемый процесс, собственные химические реакторы и стопроцентный контроль качества, который гарантирует, что у нас 100% бора связано в комплексе с моноэтаноламином. И это значительное преимущество данного продукта. Таким образом, у него и усваиваемость более 90% и, собственно говоря, отсутствие фитотоксичности для культуры. Борная кислота работает, да, но чуть-чуть мы с регламентом обработки, с условиями обработки прогадали, и мы получаем листовые ожоги. Вы знаете, как выглядят ожоги бором? Я, к сожалению, не вставил их в презентацию, но они очень похожи на солнечные ожоги по виду. То есть мы просто-напросто белые пятна на листе появляются от чего? Ну, борной кислотой пшикнули. Такое бывает. Так. Что у нас еще осталось? Для вас, друзья, специально подготовил вот такую табличку совместимости. Кто презентацию скачает, кто скриншот сделает, кто-то, я не знаю, там у нас в Инстаграме вспомнит, что мы это уже публиковали, такую табличку. Это касается наших препаратов, листовых подкормок, биостимуляторов, как они смешиваются между собой. Так вот, мы эту работу провели, мы это все проверили, смешали, сопоставили и этими результатами охотно с вами делимся, без проблем абсолютно. Опять-таки, мало кто из поставщиков агрохимикатов такими данными располагается. Ну и на этом мой доклад окончен. Если какие-то вдруг еще дополнительные вопросы, давайте пробежим. Я сегодня заключительный доклад, потом у нас будет финальное слово от организаторов. Как я ранее и говорил, вот контакты, наши соцсети, там очень много интересной информации, обязательно подписывайтесь, кого эта тема затронула. Свой номер телефона я здесь не публикую, есть номер телефона офиса и мой адрес электронной почты. Если что, пишите туда, ну или вы знаете, где меня искать, я есть в различных группах в WhatsApp, там тепличное растеневодство и так далее. Так что вам спасибо огромное за внимание.